Дмитрий Семёнов Добрый день, Дмитрий Анатольевич. Мы сегодня у вас в гостях с несогласованным вопросом, но по согласованным, скажем, моментам. Дмитрий Анатольевич, прежде всего зададим риторический вопрос. Как вам на новом месте? Добрый день. На новом месте нужно работать. Вникаю. Как раз на данный момент изучаю отчеты деятельности органа за прошлый год. Он покажет то, чем занимался орган, потому что я брал на себя обязательство сохранить те самые традиции, которые существовали в органе. Мы будем сохранить стиль работы, который ввел предыдущий руководитель контрольно-счетной палаты. Да, на данный момент Светлана Алексеевна уже работает в палате, будет нам не помогать в должности советника. И, соответственно, мы будем ввести те же самые лучшие традиции, которые были у нас до моего прихода сюда. Это в первую очередь работа, работа, ещё раз работа. Работы очень много, полномочий достаточно, поэтому будем справляться. Дмитрий Анатольевич, вот как раз затронули тему, что Светлана Алексеевна у вас на сегодняшний день советник в контрольно-счетной палате. А вот подскажите, как бы у нас и зрителя интересует, и интересует круг журналистов вопрос. То есть вас что-то связывает, какие-то моменты со Светланой Алексеевной, потому как мы слышали, что были некоторые споры о том, что вы сейчас придёте и до неузнаваемости измените палату. Ну, Светлана Алексеевна, большое спасибо ей за то, что она согласилась поработать в должности советника, потому что, я думаю, наверное, это непростое решение. Мне это необходимо для того, чтобы вникнуть в работу. Работа счётной палаты, те люди, которые работают здесь, это не вся та деятельность, которая происходит на территории Забайкальского края. У нас ещё есть контрольно-счётные органы муниципальных образований, с которыми нужно установить взаимодействие. Мы должны вести единую политику в сфере внешнего государственного контроля, финансового контроля, смотреть, как работают и муниципалитеты, как работают органы государственной власти и органы исполнительной власти. И, конечно, нужно и знакомство с теми людьми, которые работают в муниципалитетах, организовать, посмотреть, кто хорошо справляется, у кого есть какие-то вопросы в работе. Где-то, возможно, у людей нет численности, где-то нет опыта. Поэтому вопросы всегда возникают, они есть. И я надеюсь, что Светлана Алексеевна, рассчитываю, что Светлана Алексеевна меня во всё это посвятит. Кроме того, установление контактов через неё будет гораздо проще с контрольно-счётными органами других субъектов Российской Федерации. Для того, чтобы у нас была единая политика в сфере внешнего государственного финансового контроля. План работы контрольно-счётной палаты на 23-й год был утверждён в декабре 22-го. Понятно, там все проверки. А какие-то внеплановые проверки проводятся контрольно-счётной палатой именно по каким-либо моментам? Да, несмотря на то, что план достаточно напряжённый, то есть он заранее сделан таким образом, чтобы всё время инспекторов и аудиторов было занято. Тем не менее, внеплановые проверки возникают. Возникают они по обращениям государственных органов, по обращениям правоохранительных органов. Иногда возникают по обращениям граждан. Это не частый случай, но тем не менее, такое бывает. Поэтому по практике уже сейчас знаю, что на коллегию контрольно-счётной палаты мы выносим отдельные вопросы по перемещению проверок при остановке, допустим, проверок и проведению каких-то внеочередных. Такое возможно, такое и делается, потому что возникают ситуации, когда в целях соблюдения прав, свобод граждан, иногда и безопасности, необходимо провести проверку срочно. У вас такой последовательный, можно сказать, правильный, можно сказать, понятный, логичный карьерный рост. То есть вы в своё время, в 2001 году пришли главным специалистом государственного правового управления, и на сегодняшний день вы председатель контрольно-счётной палаты. У вас какие-то есть ещё планы в карьерном продвижении? Нет, больше карьерных планов не строил никаких. То есть эта должность достаточно ответственная, должность очень серьёзная. И, конечно, нужно заниматься в первую очередь работой, пока я не готов строить никаких карьерных планов. Планы по саморазвитию есть. Вы, наверное, слышали, что я на ЗАГС-собрании говорил о том, что получение экономического образования станет определённым движением вперёд. Потому что тот опыт, который я заработал, хочу, конечно, огромное спасибо сказать своим коллегам и в правовом управлении, те люди, которые за 10 лет воспитали во мне экспертов в области нормативных правовых актов субъекта, и Светлана Алексеевна, и другие руководители, которые работали в Министерстве финансов Забайкальского края. Соответственно, пока нужно работать здесь изо всех сил. Вот мы коснулись Вашего предыдущего места работы, да, министром труда и социального развития. А что самое сложное за вот этот прошедший год на той должности было для Вас? Вот очень сложно сказать. Министерство труда и социальной защиты – это огромная сфера. Это в первую очередь полномочия, если раскладывать, как оно называется, это полномочия в сфере труда и занятости, во многих субъектах они достойны отдельного органа исполнительной власти. Это полномочия в сфере социальной защиты населения, иногда тоже отдельный орган исполнительной власти их реализует. И полномочия в сфере обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, тоже отдельная полномочия, потому что совершенно разные подходы к пожилым людям и организации пребывания их, и к детям, которые находятся у нас в учреждениях и которые не находятся в учреждениях, потому что у нас есть очень большая работа, это не уже не у нас, а в Министерстве труда и социальной защиты населения по обеспечению прав. Это не просто забрать ребенка в детский дом, где он будет жить и воспитываться, это его воспитание, а также жизнеустройство и устройство в семью в первую очередь. Мы понимаем, что ребенок должен жить и воспитываться в семье, и как раз все учреждения, которые есть в Минсоции, они работают на устройство детей в семью. Это очень-очень большая сфера. Вот это все нужно понять, нужно оценить, как этим заниматься, какие планы выстроить. Нам очень сильно в Минтруде помогал Росатом, как раз со своим проектом «Эффективный регион». Вот они нам помогали по устройству ребенка в семью, смотрели полностью регламент, как к нам приходит звонок, допустим, я хочу взять ребенка в семью, как мы учим потенциальных усыновителей, либо потенциальных опекунов, о том, как они проходят соответствующую школу, потом, как подбирают ребенка, и как они в дальнейшем с ним живут. В это все, конечно, нужно было вникнуть, с учетом того, что я никогда раньше этим не занимался. А финансирование все равно происходит по распределению полномочия, расчет, финансовые ресурсы и контроль за их реализацией. Работа на земле – это несколько иное. Ну, в любом случае, с вашим опытом вы знаете, как строится у нас бюджет Забайкальского края, вы знаете, как у нас создаются и издаются нормативно-правые акты, и, соответственно, вы еще и познали теперь, как это на земле реализуется, а сейчас вы уже готовы это контролировать. Да, но контрольно-счетная палата – это не в первую очередь контроль, да, я сразу об этом не сказал, это большей частью аудит, это видеть перспективу, видеть последствия принимаемых решений и своих принимаемых решений, и решений, которые принимают исполнительные органы, государственная власть, а не сейчас органы исполнительной власти, видеть те стратегии, которые мы пишем, как они будут реализовываться, сразу видеть риски в них. То есть такая очень-очень масштабная работа. Не просто пришел, проконтролировал площадь, сделанную с плохим асфальтом и посажено меньше деревьев. Это только и маленькая часть полномочий счетного органа. Дмитрий Анатольевич, хотелось бы вот немножко коснуться, скажем так, это недавний вопрос, да, наш, вопросов о вашего назначения. Как вами лично вот принималось решение о выдвижении вашей кандидатуры на пост председателя КСП? Ну, точнее, что явилось основным мотивом для принятия такого решения? Ну, с точки зрения закона, такого понятия, как сам принял решение, не существует. Самовыдвинуться на должность председателя контрольно-счетной палаты невозможно. Это было предложение Комитета по бюджетной и налоговой политике. Предложение было весьма заманчивое, потому что финансы все равно, отработав 10 лет в финансовом органе, и в том числе до этого отработав 10 лет в органе, который занимается подготовкой и изданием нормативных правовых актов. Конечно, есть опыт полностью соответствующий вот данной должности. Министерство труда и социальной защиты – очень интересная тема, но там, конечно, больше нужно иметь образование в сфере социальной защиты, быть психологом. Хотя управленцам тоже быть очень-очень нужно, но, тем не менее, мой опыт – это больше финансовая сфера. Конечно, я очень обрадовался такому предложению, но первоначально, как вы знаете, я снял свою кандидатуру, потому что были одновременно внесены кандидатуры и Светланы Алексеевны, и кандидатура Сергея Сергеевича Новиченко. Я думал, что не буду препятствовать, скажем так, конкуренции этих двух очень сильных личностей в регионе. А когда уже получилось, что конкуренция стала маленькой, я решил, что нужно попробовать. Саясь вопроса кандидатур на пост председателя контрольно-счетной палаты, как вы отнеслись к неожиданному решению Комитета по молодежной политике и спорту законодательного собрания в выдвижении нынешнего аудитора контрольно-счетной палаты Дмитрия Белоуса на пост председателя контрольно-счетной палаты? Ну, нормальное решение. Конечно, надо понимать, что процедура сложилась юридически интересная. Когда мы вносим предложение по контрольно-счетной палате с самого начала в регламентных сроках, то у нас есть пресекательный срок, до которого нужно внести, и есть кандидатуры. Здесь и так уже в уходящий вагон мы прекрасно знали, что Светлана Алексеевна работает до 9 апреля. Уже практически в апреле месяце, 30 марта, моя кандидатура была внесена Комитетом по бюджетной налоговой политике, но и чуть попозже Дмитрий Владимирович кандидатура. Отнесся вполне спокойно, вполне нормально. Это конкурентная процедура. Здесь очень много может быть кандидатур. Кандидатуры может носить и губернатор, и председатель ЗАГС собраний, и комитеты, и по одной трети от депутатов. То есть, если поскладывать, до 9 кандидатур можно набрать, если все воспользуются своим правом. Дмитрий Владимирович, как вы сказали, он был откровенен в своем решении о выдвижении, и был настойчив, и множество публикаций у нас в различных СМИ по этому поводу проходило. А у вас, как бы внутренне, как вы планируете дальше работать с этим аудитором? Нормально работать. Аудитор достаточно самостоятельное, скажем так, лицо, должностное лицо в счетной палате. Поэтому у него, он избран на определенный срок полномочий. Каких-то претензий, потому что он составлял у меня конкуренцию, совершенно не имеется. То есть, это вполне себе рабочий момент. Мы тем более с ним общались, разговаривали, что, как. Я даже делился с ним опытом поездки в Москву, как там все происходило, для того, чтобы он знал, как там это все происходит. Я понял. То есть, вы в начале нашего разговора, как бы, сразу определили свою позицию, что вы пришли сюда не ломать, а строить, работать и стараться сохранить и традиции, и коллектив. Вот вы коснулись вопроса согласования в Москве. В Москве, когда вы готовились к назначению, насколько это сложно? Вот какие там были эмоции, что там происходило? Это сложно, в первую очередь, морально. Потому что те знания и опыт, которые имеются, они, если у человека есть, то они есть. Но, тем не менее, есть формальный подход. То есть, мне при приглашении в Москву был сброшен в том числе ряд нормативных правовых актов, которые нужно знать, как написано в 6-м федеральном законе, об основах деятельности контрольно-счетных органов, субъектов Российской Федерации. И, конечно, это определенная эмоциональная нагрузка. Меня выдвинул край, меня выдвинули депутаты. Нужно в первую очередь оправдать их доверие, их надежду и ответы на вопросы соответствующим образом построить. Потому что в Москве было два мероприятия. Одно из двух частей. Первое – это доклад, самопрезентация, точнее презентация видения развития контрольно-счетного органа, субъекта Российской Федерации и ответы на вопросы аудиторов в части знания нормативно-правых актов, в знании общественно-политической обстановки. То есть, такие непростые вопросы, к которым нужно подготовиться и выступить на достойном, я считаю, уровне. Хотя бы потому, что мне доверили, целый комитет мне доверил данную возможность, и нельзя было подвести этих людей. По наслышке, зная вашу вдумчивость, вашу, так скажем, работоспособность и ваше отношение к любой деятельности, вы всегда подходите ответственно и целенаправленно. Вот в данном случае при подготовке к поездке в Москву Вы пользовались только своими знаниями и изучением нормативно-правой базы? Или вам кто-то помогал из специалистов в Забайкальском крае? Ну, в первую очередь консультировался, конечно, и со Светланой Алексеевной, поизучал опыт по другим субъектам, посмотрел, как все происходит, пообщался и с общественниками, и с Сергеем Сергеевичем Новиченко, огромное ему тоже спасибо. Я общался, потому что деятельность такого органа, как общественная палата, очень большое значение имеет в части, вот у них общественный контроль. Это что касается именно общего подготовки, подготовки к видению дальнейшей деятельности счетной палаты, о том, как она будет взаимодействовать, как она будет развиваться, как будет взаимодействовать с общественниками. А второе, мне, конечно, пришлось пользоваться помощью и коллег, бывших коллег из Министерства финансов, в части подготовки к параметрам бюджета, потому что, приехав в Москву, нужно понимать, что вопросы о характеристиках бюджета, о возможностях субъекта, о проблемах субъекта однозначно будут заданы. Поэтому нужно было вникнуть, учитывая то, что я год, конечно, бюджетом не занимался, нужно было воспользоваться помощью. Очень много людей помогали мне готовиться как раз к вот этой поездке, напитывали меня знаниями. Очень хотелось бы, конечно, поговорить об отчете контрольной счетной палаты, но, пометуя, что вы буквально недавно назначены, мы бы хотели вот какой-то промежуточной, да, сделать встречу и уже конкретно поговорить о том, что у вас на практике складывается по реализации. Я надеюсь, вы нам не откажете во встрече. Я, конечно, не откажу, будем встречаться, работать. Но что касается отчета, так уж получилось, что на очередной сессии ЗАГСобрания отчет представлять все равно придется мне. Поэтому, даже не участвуя в тех проверках, которые происходили, и в реализации тех аналитических мероприятий, очень внимательно изучаю, потому что понимаю, что возникнут вопросы, вопросы как у депутатов, так и у органов исполнительной власти. Не все и не всегда соглашаются с результатами контрольных мероприятий, но это и понятно. Поэтому готовиться надо очень и очень серьезно. Ожидаю большой вопросов по данной теме, поэтому вот как раз сейчас занимаюсь изо всех сил его изучением. Ну что ж, Дмитрий Анатольевич, мы надеемся, что вы защитите отчет, причем защитите его как нужно, как положено, потому что вы все-таки у нас здесь наш, местный, читинский. Вы всю эту работу знаете, во всем этом участвовали, и это вам все близко. Вам не приходится какие-то моменты изучать с самого начала. Пока готовились к съемке, за кадром осталась наша беседа с Дмитрием Анатольевичем о 20-процентной надбавке и системе оплаты труда в государственных учреждениях, о цифровизации работы контрольно-счетных органов, но это темы для другого разговора. Дождемся, когда прикрепят табличку. Сергей Болтян, Евгений Погорелый, Дарья Калинина, Иван Дементьев. ЗАП-ТВ